2 Маковейская глава 8. Между тем, Иуда Маковей и бывшая с ним, тайно входя в селение, созывали сродников и, принимая оставшихся в его действии, собрали до шести тысяч мужей. 3 Они взывали Господу, чтобы Он призрел на народ всеми попираемый и пожалел храм, оскверненный людьми нечестивыми, чтобы помиловал разоренный город, близкий к тому, чтобы сравняться с землею, и услышал вопиющую к нему кровь, чтобы вспомнил о беззаконном погублении невинных младенцев и о бывших хулениях имени его и вознегодовал на злых. 4 Окружив себя множеством, Маковей сделался непобедим для язычников, когда гнев Господа приложился на милость. Внезапно, нападая на города и селения, он сожигал их и, занимая удобные места, немало победил врагов, обращая их в бегство. 5 Преимущественно, он избрал себе в помощь для таких предприятий ночи, и слух о его мужестве разносился повсюду. 6 Филипп, видя, что этот муж мало-помалу приходит в силу, а чаще бывает счастлив в делах, писал к Птоломееву, начальнику Келесирии и Феникии, чтобы он помог делам царя. 7 Он же, немедленно избрав Никанора, сына Патроклова, одного из первых своих друзей, послал его, подчинив ему не менее 20 тысяч человек из разных народов, истребить весь род иудеев. 7 Присоединил к нему и Георгий Горгиен, военачальника опытного в делах военных. 8 Никанор постановил, дань в две тысячи талантов, которую царь должен был римлянам, пополнить от пленения иудеев. 8 Почему тотчас послал в приморские города, приглашая их покупать в рабы иудеев, и обещая доставлять по 90 пленников за один талант. 9 Но не ожидал он того мщения, которое точно готово было прийти на него от всемогущего. 10 Иуде же дано было знать о приходе Никанора, и когда он передал бывшим с ним о прибытии войска, тогда боязливые и неверующие в воздаяние Божие разбежали, составив места свои. 11 Другие же продавали все оставшиеся у них и умоляли Господа избавить их, проданных нечестивым Никанором, прежде сражения. 12 Если не для них, то ради заветов с отцами их и наречения на них святого и славного имени его. 13 Тогда Маковей собрал бывших с ним числом шесть тысяч мужей и увещевал их не страшиться врагов и не бояться множества язычников, неправильно идущих на них, но мужественно сражаться. 14 Имея перед глазами неправедно нанесенное имя оскорбление святому месту и разорение поруганного города и нарушение праотеческих учреждений. 15 Ибо, говорил он, они надеются на оружие и отважность, а мы надеемся на всемогущего Бога, который одним мановением может не спровергнуть и идущих на нас, и весь мир. 15 Он рассказал им и о том заступлении, какое получили их предки, и как пристанной Хериме погублено 185 тысяч мужей, и о бывшем Вавилоне сражении против галатов, как они пришли на брани числом только 8 тысяч с 4 тысячами македонян. И когда македоняне смешались, то эти 8 тысяч погубили 120 тысяч бывшего им с неба помощью и получили великую добычу. Такими рассказами, сделав их неустрашимыми и готовыми умереть из-за закона и отечества, он разделил войско на 4 отряда, назначив вождями каждого отряда братьев своих Симона, Иосифа и Иоаннафана и подчинив каждому по 1500 человек. Потом приказал Илиозару читать священную книгу и, обнадежив Божьей помощью, сам принял предводительство над передовым отрядом и вступил в сражение с Никанором. Так как помощником их был всемогущий, то они побили врагов более 9 тысяч и еще большую часть Никанорового войска оставили ранеными и изувеченными, и всех принудили бежать. Взяли и деньги у пришедших покупать их, преследовали их на значительное расстояние и возвратились, будучи остановлены временем. И в это был день перед субботой, по этой причине они не продолжали гнаться за ними. Собрав же за ними оружие и сняв доспехи с врагов, они праздновали субботу усердно благодаря и прославляя Господа, спасшего их в тот день и начавшего являть им свое милосердие. После субботы, уделив их добычу увеченным вдовам и сиротам, остальное разделили между собой и детьми своими. А кончив это, они учредили общественную молитву и умоляли милосердого Господа совершенно примириться с рабами своими. И тогда, как Тимофей и Вахид напали на них совокупно, они избили более 20 тысяч и легко овладели высокими крепостями. Они разделили весьма много добычи и по равным частям между собой, и увечными и сиротами, и вдовами, еще же и старейшинами. Собрав после них оружие, тщательно сложили все в удобных местах, а остальную же добычу принесли в Иерусалим. Убили и вождя войск Тимофеевых, человека нечестивейшего, который причинил много бед иудеям. Потом, торжествуя победу в Отечестве, они сожгли Каллисфена и некоторые других, которые сожгли священные ворота и убежали в один дом. Так что эти за свое нечестие понесли достойное возмездие. А преступнейший Никанор, который привел тысячу купцов до покупки иудеев, при помощи Божьей посрамлен был теми, которых считал за ничто. И сбросив пышную одежду под видом беглого раба через внутренние земли, пришел один в Антиохию, крайне огорченный поражением войска. Тот, который взялся доставить римлянам дань от пленных в Иерусалиме, объявил, что иудеи имеют защитникам Бога и таким образом остаются невредимыми, потому что повинуется установленным от Бога законам. 2 Маккавейская, глава 9 Около того же времени Антиох с бесславием возвращался из пределов Персии. И вон он вошел в так называемый Персеполь и покушался ограбить храм и овладеть городом. Поэтому сбежался народ и обратились к помощи оружия. И Антиох, обращенный жителями в Бекса, должен был со стыдом возвратиться назад. Когда находился он близ Икбатаны, донесли ему о том, что случилось с Никанором и Тимофеем. Воспылав гневом, он думал выместить на иудеях зло, обративших его в бегство. Поэтому приказал правящему колеснице непрестанно погонять и ускорять путешествие, тогда как Небесный Суд уже следовал за ним. Ибо он сказал с высокомерием, кладбищем для иудеев сделай Иерусалим, когда приду туда. Но всевидящий Господь Бог Израилев поразило его неисцельным и невидимым ударом. Как только кончил он эти слова, схватило его нестерпимая болезнь живота и жестокие внутренние муки. И совершенно правильно, ибо он многими необычайными муками терзал у тробы других. Но он нисколько не оставлял своей гордости, еще более исполнился высокомерие, дыша огнем ярости на иудеев и приказывая ускорять путешествие. Тогда случилось, что он упал с колесницы, которая неслась быстро, и тяжким падением повредил все члены тела. И тот, который только что мнил по гордости более ниже человеческой повелевать волнам моря и думал на весах взвесить высоты гор, повержен был на землю и несен был на носилках, показуя всем явную силу Божию. Так что из тела нечестився во множестве выползали черви, и еще у живого выпадали части тела от болезней и страданий. Смрад же зловония от него невыносим был в целом в войске. И того, который незадолго перед тем мечтал касаться звезд небесных, никто не мог носить по причине невыносимого зловония. Теперь-то, будучи сокрушен, начал он оставлять свое великое высокомерие и приходить в познание, когда по наказанию Божию страдания его усиливались с каждой минутой. Сам не в силах сносить своего зловония, он так говорил, праведно покоряться Богу, и смертному не должно думать высокомерно быть равным Богу. Несчастиве смолил Господа, уже не миловавшего его, и говорил, Святый город, который спешил я сравнять с землей и сделать кладбищем, объявляюсь свободным. Иудеев, которых положил не удоставить погребения, выбрасывать вместе с детьми их, хищным птицам и зверям, сделаю всех равными афинянам. Святой храм, который прежде ограбил, украшу отличающими дарами. Священные сосуды возвращу все, и еще в большем количестве, и необходимые для жертв выдержки и сдержки буду производить из моих доходов. Сверх того, сам сделаясь иудеем, и проходя по всякому обитаемому месту, буду возвещать силу Божию. Но когда боли нисколько не умолялись, ибо пришел уже на него праведный суд Божий, он, отчаиваясь себе, написал к иудеям письмо, имевшее значение мольбы следующего содержания. Царь и военачальник Антиох, добрым иудеям гражданам, много радоваться и здравствовать, и благоденствовать. Если вы здравствуйте с детьми вашими, и дела ваши идут по вашему желанию, то я воздаю Богу величайшую благодарность, возлагая надежду на небо. Я же лежу в болезни и с любовью, воспоминая о вашей почтительности и благорасположении ко мне. Возвращаясь из пределов Персии, подвергшись тяжкой болезни, я занужно и почел позаботиться об общей безопасности всех. Хотя я не отчаиваюсь в себе и имею полную надежду освободиться от болезни, но знаю, что и отец мой, когда воевал в верхних странах, объявил преемника. Дабы если последует что-нибудь неожиданное, или объявлена будет какая невзгода, жители страны знали, кому предоставлено правление и не приходили в смущение. Сверх того, замечая, что окрестные владетели и соседние с нашим государством наблюдают время и выжидают, какой будет исход, я назначил царем сына моего Антиоха, которого я уже часто во время похода в Верхние Статрапии весьма многим из вас припоручал и представлял, и к нему я написал особо. «Итак, убеждаю вас и прошу, чтобы вы, помня мои благодеяния вообще и в частности, сохранили ваше теперешнее благорасположение ко мне и к сыну моему. Ибо я уверен, что он, следуя моему желанию, будет обращаться с вами милостиво и человеколюбиво». «Так как этот человек-убийца и богохульник претерпел тяжкие страдания, какие причинял другим, кончил жизнь на чужой стороне, в горах, с самой жалкой смертью. Тело его привез Филипса, воспитанник его, который, боясь сына Антиохова, удалился в Птоломею, Филопатору, в Египет». 2 Маковейская, глава 10. Маковей же и бывшая с ним под водительством Господа опять заняли храм и город. А построенные наплеменниками на площади жертвенники и капище разрушили. Очистив храм, они соорудили другой жертвенник, разжегший камни и взяв из них огонь. Принесли жертву после двухгодичного промежутка, сделали кадильницу из свечники и предложение хлебов. Устроив все это, они молили Господа, падая низ, чтобы им не подвергаться более таким бедствием. Если же когда и согрешат, то да накажет он их милостиво, не предавая богохульным и жестоким язычникам. В тот самый день, в какой осквернен был храм и наплеменниками, совершилось очищение храма в 25-й день того же месяца Хослева. И провели они веселье 8 дней по подобию праздника кущи, воспоминая, как незадолго перед тем временем они проводили праздник кущи, подобно зверям в горах и пещерах. Поэтому они с жезлами, обитыми плющом и светущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни тому, который благо поспешил очистить место свое. И общим решением и приговором определили всему иудейскому народу праздновать эти дни каждогодно. Такова была кончина Антиоха, прозванного Эпифаном. Теперь изложим, что происходило при Антиохе Евпаторе, сыне того нечестивца, ограничиваясь бедствиями войн. Приняв царство, он вручил управление некоему Лисию, главному военачальнику Экелесирии и Феникии. Ибо Птоломей, по прозванию Макрон, почел за лучшую соблюдать справедливость к иудеям после бывших к ним несправедливостей. И старался дела с ними оканчивать мирно. Поэтому он был оклеветан любимцами перед Евпатором, и повсюду, слыша название предателя за то, что он оставил вверенный ему от Филомитора Кипр и перешел к Антиоху и Епифану, он, не имея почетной власти, от печали отравил себя и так окончил жизнь свою. Горги же, сделавшись в тех местах военачальником, содержал наемные войска и непрерывно поддерживал войну против иудеев. Вместе с ними и иудумеи, владевшие удобными укреплениями, тревожили иудеев. И, принимая к себе изгнанных из Иерусалима, предпринимали войны. Бывшие же с Макковеем, совершая моления и прося Бога быть помощником им в войне, устремились на укрепления иудумеев. И, сделав на них сильные нападения, они овладели этими местами, отомстили всем сражавшимся на стенах, умершляли всех, попадавшихся навстречу, и побили не менее двадцати тысяч. Не менее девяти тысяч бежали в две весьма крепкие башни, снабженные всем против осады. Оставив Симона, Иосифа и еще Закхея с довольным числом людей для осаждения их, Маковей сам отправился в такие места, где он более нужен был. А бывшие с Симоном, будучи сребролюбивцы, дали некоторым из находившихся в башнях подкупить себя деньгами, получив семьдесят тысяч драхм, зазволили некоторым убежать. Когда донесено было Маковею о происшедшем, он, собрав народных вождей, укорял их, что они за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих людей, сделавшихся предателем, он предал смерти и тотчас овладел двумя башнями. Имея постоянный успех в оружии, которое было в руках его, он истребил в этих двух укреплениях более двадцати тысяч человек. Тимофей же, прежде побежденный иудеями, собрал весьма многочисленные войска из чужеземцев, собрал немало и бывших в Азии всадников и явился в иудею в намерении завоевать ее. При его приближении бывшие с Маковеем обратились к молитве к Богу, посыпав землей головы и опоясав шресло вретищами. Припадая к подножию жертвенника, они умоляли его, чтобы он был милостив к ним, был врагом врагам их и противникам противникам, как говорит закон. Совершив молитву, они взяли оружие и далеко отошли от города, приблизившись же ко врагам, остановились. С наступлением восхода солнечного те и другие вступили в бой. Одни при доблести своей, имея залогом успеха и победы прибежище Господу, а другие поставляя предводителям брани ярость. Когда произошло упорное сражение, то противникам явились с неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и двое из них предводительствовали иудеями. Они взяли Маковея в середину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым. На противников же бросали стрелы и молнии, так что они, смешавшись от ослепления и исполненной страха, сами себя поражали. Побито было 20 500 пеших и 600 конных. Сам Тимофей убежал в крепость, называемую Газара, весьма твердую и состоявшую под начальством Херея. Бывшие с Маковеем весело осаждали эту крепость в продолжении четырех дней. А находившиеся в крепости, уверенные в недоступности этого места, чрезмерно злословили и произносили хульные речи. На рассвете пятого дня двадцать юношей из бывших с Маковеем, воспламенившись гневом от такого злословия, храбро устремились на стену и зверской яростью поражали каждого, кто попадался. Другие также бросились во время смятения на находившихся внутри, зажигали башни и разжегшие костры сожигали хульников живыми. Иные разбивали ворота и, впустив в них, остальное войско овладели городом. Тимофея же, скрывшуюся ворву, убили, равно как и брата его Херея и Аполлофана. Совершив это, они с песнями и словослоями возблагодарили Господа, который так много благодетелствовал Израиле и даровал им победу. Вторая Маковейская, глава одиннадцатая. Спустя очень немного времени Лисий, опекун и родственник царя, наместник царский, с большим огорчением, перенося то, что случилось, собрал до 80 тысяч пехоты и всю конницу и отправился против иудеев с намерением город их сделать местом жительства Елена. Храм обложить налогом, подобно прочим языческим капищам, а священное начали сделать ежегодно продажным. Нисколько не думал он о силе Божии, понадеявшись на десятки тысяч пехоты, на тысячи конниц и на 80 слонов. Вступив в иудеи, приближившись в Суре, месту укрепленному, отстоящему от Иерусалима стадии на пять, он обложил его. Когда Маковей и бывшие с ним узнали, что он осаждает твердыни, то с плащем и слезами вместе с народом умоляли Господа, чтобы он послал доброго ангела ко спасению Израиля. Маковей же сам первый, взяв оружие, убеждал других вместе с ним, подвергая себя опасностям, помочь братьям. И они тотчас охотно выступили с ним в поход. Когда они были близ Иерусалима, тотчас явился предводителем их всадников в белой одежде, потрясавшей золотым оружием. Все они вместе возблагодарили милосердного Бога и укрепились духом, готовые сокрушить не только людей, но и лютых зверей, и даже железные стены. Так пришли они под покровом небесного споборника по милости к ним Господа. Как львы, бросились они на неприятеля и поразили из них одиннадцать тысяч пеших и тысячу шестьсот конных, а всех прочих обратили в бегство. Многие из них были ранены, спасались раздетыми, и сам Лисий спасся постыдным бегством. Будущий же не бессмыслен, и обсуждая сам с собой случившееся с ним поражение, он понял, что евреи непобедимы, потому что всемогущий Бог споборствует им. Посему послал к ним, уверяя, что он соглашается на все законные требования и убедит царя быть другом им. Маковей, заботясь о пользе, согласился на все, что предъявил Лисий. Ибо царь одобрил все, что предложил Маковей Лисию на письме относительно иудеев. Письмо же, писанное Лисием к иудеям, было следующего содержания. «Лисий, народы иудейскому радоваться, Иоанна и Виссалом, вами посланные, передав подписанный ответ, ходатайствовали о том, что было означено в нем. Итак, о чем следовало донести царю, я объяснил я, и что можно было принять, на то он согласился. Посему, если вы будете сохранять доброе расположение к правлению, то и на будущее время я постараюсь содействовать вам ко благу. А в частности же я поручил как вашим, так и моим послам переговорить с вами. Будьте здоровы! 148 года, месяца Диоскоринфия, 24 дня. Письмо же царя было такого содержания. Царь Антиох, брату Илисию, радоваться. С того времени, как отец мой отошел к богам, наше желание то, чтобы подданные царства оставались безмятежными в отправлении дел своих. Когда же мы услышали, что иудеи не соглашаются над принятым отцом моим нововведением еленских обычаев, а предпочитают собственные установления, и потом просят, чтобы позволено им было соблюдать свои законы, то желая, чтобы этот народ не был беспокоен, определяем, чтобы храм их был восстановлен, и чтобы жили они по обычаю своих предков. И так ты хорошо сделаешь, если пошлешь к ним и заключишь мир с ними, чтобы они, зная наше намерение, были благодушны и весело продолжали заниматься делами своими. К народу же письмо царя было такое. Царь Антиох, старейшинам иудейским и прочим иудеям радоваться. Если вы здравствуйте, то этого мы и желаем. Мы также здравствуем. Менилай объявил нам, что вы желаете сходить к вашим, которые у вас. Итак, тем, которые будут приходить до 30-го дня месяца к Санфикам, готовы правая рука в уверении и безопасности. Иудеи будут употреблять свою пищу и хранить свои законы, как и прежде, и никто из них никаким образом не будет обеспокоен за бывшие опущения. Я послал к вам Менилая, чтобы он успокоил вас. Будьте здоровы. 148-го года, 15-го дня, Ксанфика. Прислали к ним письмо и римляне, следующее содержание. Квинт, Меми и Тит, Манди, старейшины римские, иудейскому народу радоваться. Что уступил вам лисий родственник царя, то и мы подтверждаем. И что признал он нужным доложить царю, о том рассудив немедленно, пошлите кого-нибудь, чтобы мы могли сделать, что для вас нужно, ибо мы отправляемся в Антиохию. Посему поспешите и пошлите кого-нибудь, чтобы мы могли знать, какого вы мнения. Будьте здоровы. 148-го года, 15-го дня, Ксанфика. 2-я Маковейская, глава 12. По окончании этих договоров, лисий отправился к царю, а иудеи занялись земледелием. Но из местных военачальников Тимофея, Аполлоний, сын Гинея, равно как и Иероним, и Димофон, и сверх того Никанор, начальник Кипра, не давали им жить в покое и безопасности. Иопийцы же совершили такое безбожное дело. Они пригласили живущих с ними иудеев, с их женами и детьми, взойти на приготовленные ими лодки, как бы не имея против них никакого зла. Когда же они согласились, ибо желали сохранить мир, и не имели никакого подозрения, тогда по общему приговору города Иопийца, отплыв, потопили их не менее двухсот человек. Когда Иуда узнал о такой жестокости, совершенной над одноплеменником, объявил о том бывшим с ним. И, призвав праведную судью Бога, пошел против скверных убийств братьев его, зажег ночью пристань и сжег лодки, а сбежавшийся туда умертвил. А так как это место было заперто, то он отошел в намерении опять прийти и истребить все общество Иопийцев. Узнав же, что и жители Иомнии хотят таким же образом поступить с обитающими там иудеями, он напал ночью на Митян и зажег пристань с кораблями, так что пламя видно было в Иерусалиме за 240 стадий. Когда же они отошли оттуда на 9 стадий, направляясь против Тимофея, то напали на них арабы не менее пяти тысяч и пятисот садников. Сражение было жестокое, и когда бывшие с Иудой при помощи Божьей одержали победу, то потерпевшие поражение намады арабы просили Иуду о мире, обещая доставлять им скот и другом быть полезным им в другом. Иуда же, понимая, что они действительно во многом могут быть полезны, согласился заключить с ними мир. Заключив же мир, они удалились в свои палатки. Еще напал он на один город с крепким мостом, окруженный стенами и населенный разными народами по имени Каспин. Жители, надеясь на крепость стен и запас продовольствия, поступили очень дерзко, злословие бывших с Иудой богохульствуя и произнося неподобающие речи. Но бывшие с Иудой призав на помощь великого владыку мира, который без стенобитных машин и орудий разрушил Ерихон во времена Иисуса, зверски бросились на стену. При помощи Божьей они взяли город и произвели бесчисленные убийства, так что близлежащее озеро, имеющее две стадии в ширину, казалось наполненным кровью. Отойдя оттуда на 750 стадий, они пришли в Харак к Иудеям, называемым Тувинами. Но они застали там Тимофея, который, ничего не сделав, удалился из этой страны, оставив, впрочем, в одном месте очень крепкую стражу. Посему до Сефея и Сосипатор, из бывших с Макковеем вождем, отправились и побили оставленных Тимофеем в крепости людей более 10 тысяч. Тогда Макковей, разделив свое войско на отряды, поставил их над этими отрядами и устремился на Тимофея, который имел при себе 120 тысяч пеших и 1500 конных. Когда узнал Тимофея о приближении Иуды, то отослал жены детей и прочий обоз, так называемый Карпион, ибо эта крепость была неудобна для осады и недоступна по тесноте всей местности. Когда же показался первый отряд Иуды, страх напал на врагов, и ужас объял их от явления Всевидящего. Они обратились в бегство, стремясь один туда, другой сюда, так что большей частью поражаемы были своими, пронзаемы острием своих мечей. Иуда настойчиво продолжал преследовать, убивал беззаконных и истребил до 30 тысяч человек. Сам Тимофей попался в руки бывшим с Досифеем и с Осипатром и с большим ухищрением умолял отпустить его живым, ибо у него находились многие иудеи, родители, а некоторых братьев, и они не будут пощажены, если он умрет. Когда он многими словами уверил в своем обещании, что возвратит их невредимыми, они отпустили его ради спасения братьев. Потом Иуда пошел против Корниона и Атаргатиона и избил 25 тысяч человек. После победы над ними и поражения Иуда отправился против укрепленного города Ефрона, в котором имел пребывание лисий и множество разноплеменных. Сильные юноши, стоявшие перед стенами, сражались упорно. Там же находились большие запасы орудий и стрел. Но они, призвав на помощь всесильного, сокрушающего своим могуществом силы врагов, овладели этим городом и избили бывших в нем до 25 тысяч. Поднявшись оттуда, они устремились на город Скифон, отстоящий от Иерусалима на 600 стадий. Но, как обитавшие там иудеи свидетельствовали о благорасположении, какое имеют к ним скифские жители, и о кротком обхождении с ними во время бедствий, то возблагодарив их, поблагодарив, попросив и на будущее время быть благосклонными к роду их, они отправились в Иерусалим, потому что приближался праздник Седмиц. После праздника, называемого Пятидесятницей, пошли они против Горгия, военачальника Идумея. Выступил же Иуда с тремя тысячами пеших и с четырьмя стами конных. Когда они вступили в сражение, случилась пасть немногим из иудеев. До Сифей же, один из бывших под начальством Вакенора, всадник, муж сильный, поймал Горгия и, схватив его за плащ, блек его сильно, чтобы взять проклятого в блин живым. Но один из всадников фракийских наскакал на него и отсек ему плечо, и Горгий убежал в Марису. Когда же бывшие с Ездрином, долго сражаясь из Немогли, Иуда призвал на помощь Господа. «Да будет он, начало вас ждем в сражении!» Начав на отечественном языке песнопение громким голосом, он воскликнул, и, неожиданно устремившись на бывших с Горгия, обратил их в бегство. Потом Иуда взял с собой войско и отправился в город Адаллам. И так как наступал седьмой день, то они очистились по обычаю и праздновали субботу. На другой день бывшие сиуды пошли, как требовал долг, перенести тела павших и положить их вместе с отродниками в отеческих гробницах. И нашли у них у каждого из умерших под хитонами посвященные и амнистским идолам вещи, что закон запрещал иудеям. И сделалось всем явно, по какой причине они пали. И так все прославили праведного судью Господа, открывающего сокровенную. И обратились к молитве, прося да будет совершенно изглажен содеянный грех. А доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестиво, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражение воскреснут, то излишне напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес до умерших умнолостивительную жертву, да разрешаться от греха. 2 Макавейская, глава 13. В 149 году дошел слух до бывших Сеудая, что Антиох Евпатор идет на Иудею со множеством войска. И с ним лисий, опекун и государственный правитель. У каждого еленовское войско 110 тысяч пеших, 5300 конных, 22 слона и 300 колесниц с косами. Присоединился к ним именилай с большим притворством, побуждая Антиоха не ради спасения Отечества, но в надежде получить начальство. Но царь царей возвик гнев Антиоха на преступника. И когда лисий объяснил, что Менилай был виновником всех зол, то он приказал отвезти его в Берею и по тамошнюю обычаю умертвить. В том месте находится башня в 50 локтей, наполненная пеплом. В ней было орудие, обращавшееся вокруг и спускавшееся в пепел. Там всегда не извергают на погибель виновного святотации или превзошедшего в меру других зол. Такой это смертью пришлось умереть нечестивому Менилаю и не иметь погребения в земле, и весьма справедливо. Ибо когда он совершил много грехов против алтаря Господня, которого огонь и пепел был свят, то и получил смерть в пепле. Между тем царь, ожесточившийся в своих замыслах, продолжал шествие, намереваясь причинить иудеям бедствия, горшие тех, какие были при отце его. Когда узнал об этом Иуда, то велел народу день и ночь призывать Господа, чтобы он и ныне, как и прежде, явил им свою помощь при опасности лишиться закона и отечества и святого храма. И чтобы народ, только что немного успокоившийся, не отдал в порабощение злохульным язычникам. Все единодушные исполнили это, и в продолжении трех дней, с плащем и постом, и коленом преклонением, непрестанно молились милосердному Господу. Тогда Иуда ободрил их, приказал им быть в готовности. Оставшись же наедине со старейшинами, держал совет, намереваясь прежде, нежели царского войска, войдет в Иудею и овладеет городом, выйти и решить дело с помощью Господа. Представив попещение о себе создателю мира, он убеждал бывших с ним сражаться мужественно до смерти за законы, за храм, город, отечество и права гражданские, и расположил войско около Мадина. Да, в бывшем с ним условный знак Божия Победа, он с избранными сильными юношами ночью устремился на царский шатер, убил в войске до четырех тысяч человек, и кроме того, самого большого слона с помещавшимся на нем народом. Наконец, исполнив войско страха и смятения, они благополучно отошли. Произошло это уже на рассвете дня, при покровительстве Господа. Саржа, опытом дознав отважность иудеев, пытался овладеть местами посредством хитрости. И приступил он к Мевсурии, твердой крепости иудейской, но был обращен в бегство и потерпел поражение и потерю. Иуда же присылал бывшим в крепости все нужное. Некто родок из войска иудейского объявил врагам об этой тайне, но был отыскан, схвачен и заключен. Во второй раз сарь вступил в переговоры с жителями Мевсуры, дал имя и от них получил мир, удалился и обратился против бывших с Иудою, но был побежден. Узнав же, что Филипп, оставленный в Антиохии, правителем отложился, он пришел в смущение, стал уговаривать иудеев, смирился и клялся исполнить все справедливые требования. Затем примирился с ними и принес жертву, почтил храм и оказал милостью городу. Принял Маковея и поставил его военачальником от Птолемаиды до самой Герри. Потом пошел он в Птолемаиду. Птолемаидяне недовольны были договором, негодовали на условия и хотели отменить их. Вошел на судилище Лисий, защищался по возможности, уговорил их, успокоил, сделал благосклонным и отправился в Антиохию. Так окончилось нашествие и возвращение царя. 2-я Маковейская, глава 14. Спустя три года дошел слух до Иуды и бывших с ним, что Дмитрий сын Селевка приплыл в пристань Трипольскую с сильными, сухопутным и морским войском. И, овладев страною, умертвил Антиоха и опекуна его Лисия. Ал Ким же некто, бывший прежде первосвященником, но добровольно осквернившись о смутные времена, размыслив, что никаким образом нет ему спасения и нет доступа до священного жертвенника, в 151 году пришел к царю Дмитрию и принес ему золотой венец и пальмы и сверх того масличные ветви, считавшиеся принадлежностями храма. И в этот день Ал Ким ничего не предпринял. Улучшив же время, благоприятное его безумному замыслу, когда он позван был Дмитрием в собрании совета и спрошен, в каком расположении и настроении находятся иудеи, он сказал на это. Так называемые из иудеи осидеи, вождем которых Иуда Маковей, поддерживают войну и воздвигают мятежи, не давая царству достигнуть благосостояния. Посему я, лишенный чести предков моих, то есть священноначалия, пришел теперь сюда. Во-первых, искренне радея о том, что принадлежит царю, а во-вторых, имея в виду своих сограждан, ибо от безрастутства названных людей немало бедствует весь род наш. Ты же, царь, узнав обо всем этом, попекись о стране и об угнетенном роде нашем, по доступному для всех человеколюбию твоему. Да коли остается иуда, не может быть спокойствия. Когда это было сказано им, проще советники, имевшие неприязнь к иуде, еще боли возбудили Дмитрия. Он тотчас призвал Никанора, заведовавшего слонами, назначил его военачальником иудеев, послал его. Дав приказание, чтобы иуду умертвить, сообщников его рассеять, алкима же поставить первосвященником великого храма. Тогда язычники, бежавшие из Иудеи от Иуды, толпами сходились к Никанору в надежде, что несчастье и беды иудеи сделаются их благоденствием. Иудеи же, услышав о походе Никаноры и присоединении к нему язычников, посыпали головы землей и молились тому, который до века установил народ свой и всегда, видимо, защищал удел свой. По повелению вождя своего, они поспешно поднялись оттуда и сошлись с ними при селении Дестау. Симон, брат Иуда, вступил в бой с Никанором, но вскоре, при внезапном наступлении противников, потерпел небольшое поражение. Впрочем, Никанор, слышав, какую храбрость имели находившиеся Сеуды и какую отважность в битвах за Отечество, побоялся решить дело кровопролитием. Посему послал Поседония, Феодота и Маттафию заключить с Иудеями мир. После долгого рассуждения о Семе, когда вождь сообщил о том народу, состоялось единодушное мнение, и они согласились на переговоры и назначили день, в который бы сойтись им вместе, наедине. И когда он наступил, постановили для каждого особое свидалище, поставили. Иуда же поставил в удобных местах вооруженных людей в готовности, дабы от врагов внезапно не последовало какого-нибудь злодейства, и имели они мирное совещание. Никанор пробыл в Иерусалиме несколько времени и не сделал ничего неуместного и отпустил собранный народ. Он постоянно имел Иуду с собой и душевно расположился к этому мужу. Убедил его жениться, чтобы рождать детей, Иуда женился, успокоился и наслаждался жизнью. Ал Ким же, видя взаимное друг к другу расположение, состоявшийся между ними союз, собрался с духом, пришел к Дмитрию и сказал, что Никанор имеет враждебное для царства намерение, и поназначил Иуду, злоумышленника, против царства, своим преемником. Царь, разгневанный, раздраженный этими клеветами злодея, писал к Никанору, выражая, что ему тяжело переносить такой договор, и приказывал тотчас же прислать Маковея в Антиохию в Оковах. Когда узнал об этом Никанор, то смутился и огорчен был тем, что должен был отвергнуть установленный союз с человеком, который не сделал ничего несправедливого. Но как нельзя было противиться царю, то он выжидал благоприятного случая исполнить это хитростью. Маковея же заметив, что Никанор начал обходиться с ним суровее, и в обычных встречах стал грубее, и заключив, что не от доброго происходит эта суровость, и собрав немалое число из находившихся при нем, скрылся от Никанора. Когда последний узнал, что Иуда искусно предварил его хитростью, то пришел в великий святой храм, когда священники приносили установленные жертвы, и приказывал, чтобы они выдали того мужа. Когда же не склятвый говорили, что не знают, где находится тот, кого он ищет, то он, простерши правую руку на храм, поклялся, сказав, если вы не выдадите мне Иуду связанным, то я этот храм Божий сравняю с землей, раскопаю жертвенник и воздвигну здесь славный храм Дионису. Сказав это, он удалился. Священники же, простирая руки к небу, умоляли Всегдашнего Защитника Народа Нашего и говорили, Ты, Господи, не имея ни в чем нужды, благоволил храму сему быть местом Твоего обитания между нами. И ныне святый Господь, всякой святыни, сохрани навеки неоскверненным сей недавно очищенный дом и загради уста неправедные. Никонора же указали на некого Разиса из Иерусалимских старейшин, как на друга граждан, имевшего весьма добрую славу, и за свое доброжелательство, прозванного отцом иудеев. Он, в предшествовавшие смутные времена, стоял на стороне иудейства и со всем усердием отдавал за иудейство и тело, и душу. Никонор, желая показать, какую он имеет ненависть против иудеев, послал более пятисот воинов, чтобы схватить его, и подумал, что, взяв его, причинит им несчастье. Когда же толпа хотела овладеть башней и вырывалась в ворота двери, и уже приказано было привести огня, чтобы зажечь ворота, тогда он в неизбежной опасности быть захваченным пронзил себя мечом. Желая лучше доблестно умереть, нежели попасться в руки беззаконников, и недостойно обесчестить свое благородство. Но как удар оказался от поспешности неверен, а толпы уже вторгались в двери, то он отважно сбежал на стену и мужественно бросился с нее на толпу народа. Когда же стоявшие поспешно раступились, и осталось пустое пространство, то он упал в средину на чрево, дыша еще и сгорая негодованием, несмотря налившиеся ручьем кровь и тяжелые раны, встал и, пробежав сквозь толпу народа, остановился на одной крутой скале. Совершенно уже истекая кровью, он вырвал у себя внутренности, взял их обеими руками и бросил в толпу, и, моля Господа жизни и духа, опять дать ему жизнь и дыхание. Кончил таким образом жизнь. Глава 15.2 Маковейская Когда узнал Никанор, что бывшая с Иудой находится в стране Самарийской, то думал совершенно безнаказанно напасть на них в день покоя. Когда же поневоле сопровождавшие его иудеи говорили, не губи их так жестоко и бесчеловечно, воздай честь дню освященному всевидящим. Тогда этот нечестивец спросил, неужели есть владыка на небе, повелевший праздновать день субботний? И когда они отвечали, есть живой Господь, владыка небесный, повелевший чтить седьмой день, то он сказал, а я, господин на земле, повелевающий взять оружие и исполнять царскую службу. Впрочем, он не успел совершить своего умысла. Превозносясь с великой гордостью, Никанор думал одержать всеобщую победу над бывшими Саудою. Маковей же, не переставая надеяться с полной уверенностью, что получит заступление от Господа, он убеждал бывших с ним не страшиться нашествия язычников, но, воспоминая прежде бывшие опыты небесной помощи и ныне ожидать себе победы и помощи от Вседержителя, утешая их обетованиями закона и пророков, припоминая им подвиги, совершенные ими самими, он одушевил их мужеством. Возбуждая дух их, он убеждал их, указывая притом на вероломство язычников и нарушение ими клятву. Вооружил же он каждого не столько крепкими щитами и копьями, сколько убедительными добрыми речами, и притом всех обрадовал рассказом о достойном вероятии сновидения. В видении же его было такое. Он видел о нею, бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом, кроткого нравом, приятного в речах и с детства ревностно усвоившего все, что касалось добродетели. Видел, что он, простирая руки, молился за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славой, окруженный дивным и необычайным величием. И сказал он ей, это братолюбец, который много молится о народе и святом городе, Иеремия, пророк Божий. Тогда Иеремия, простерши правую руку, дал Иуде золотой меч и, подавая его, сказал, возьми этот святой меч, дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов. Утешенные столь добрыми речами иуды, которые могли возбуждать к мужеству и укреплять сердца юных, иудеи решились не располагаться станом и отважно напасть и с полным мужеством вступив в бой, решить дело, ибо город и святыня и храм находились в опасности. Борьба за шон и детей, братьев и родных казалась им делом менее важным. Величайшее и преимущественное опасение было за святой храм. Для тех, которые остались в городе, также немало было беспокойства, ибо они тревожились о сражении, имеющем быть в поле. Итак, когда все ожидали, что наступает решение дела, когда враги уже соединились и войско было поставлено в строй, слоны размещены в надежных местах, и конница расположена по сторонам, Маковей, в виде наступления многочисленного войска, пестроту приготовленного оружия и свирепость зверей, простер руку к небу и призывал Господа, творящего чудеса и всевидящего, зная, что не оружием одерживается победа, но сам он, как ему угодно, дарует победу достойным. В молитве своей он так говорил, Ты, Господи, при языке и царе иудейском посол ангела, и он поразил из полка Синахеримова 185 тысяч. И ныне, Господи небес, пошли, доброго ангела, перед нами на страх и трепет врагам. Силу и мышцы твоей да будут поражены пришедшие с хулениями на святой народ твой. Симон кончил. Бывшие с Никанором шли со звуком труп и криками, а находившиеся с Иудой с призыванием и молитвами вступили в сражение с неприятелем. Руками сражались, а сердце молясь Богу. Они избили не менее 35 тысяч, весьма обрадованные, видимой помощью Божией. Окончив дело и радостно возвращаясь, они узнали, что Никанор пал в своемся оружии. Когда крик и шум утихли, они восхвалили Господа на отечественном языке. Тогда Иуда, первоподвижник за сограждан и телом, и душою, и лучший лета своей, сохранивший для одноплеменников, дал приказание, чтобы отсекли голову Никанора и руку с плечом и несли в Иерусалим. Придя туда, он созвал одноплеменников и поставил перед жертвенником священников, призвал и тех, которые находились в крепости. И, показав голову скверного Никанора и руку злохульника, который он простирал на святой дом сидержителя и превозносился, приказал вырезать язык у нещесивого Никанора, и раздробив его и разбросать птицам, руку же безумца повесить против храма. Тогда все, обращаясь к небу, прославляли явившего помощь Господа и говорили, благословен, сохранивший неоскверненным место свое. Голову же Никанора повесил он на крепости, видимое для всех и ясное знамение помощи Господней. И все общим приговором определили, никогда не оставлять без торжества день сей, щить же празднеством тринадцатый день двенадцатого месяца, называемого на сирском языке Адаром, за день до дня Мардахеева. Так как кончилось дело с Никанором, и как с того времени город оставался во власти евреев, то и я кончил здесь мое слово. Если я изложил его хорошо и удовлетворительно, то я сего и желал. Если же слабо и посредственно, то я сделал то, что было по силам моим. Неприятно пить особо вино и точно же особо воду. Между тем вино, смешанное с водой, сладкое доставляет удовольствие. Так и состав сочинения приятно занимает слух читателя при соразмерности. Здесь да будет конец.